Мы рассмотрели синхронизацию тычковых ударов, то есть со всем делом, с ногами. Сейчас хочется уделить больше внимания синхронизации при силовых ударах. В большинстве случаев боец наносит серию тычков, подходит на дистанцию, укореняет и наносит мощный удар. После чего разрыв дистанцию, если в этом есть необходимость. Однако сейчас хотят бы поговорить именно о нанесении силовых ударов в движение, не стоя на весе. Здесь сложность заключается в том, что нужно работать, опять же, всей массой, всем корпусом на осях. Мы уже рассматривали различные подводящие упражнения, тем не менее, уделим еще раз внимание простейшим из них. Берем небольшой вес, замахнулись и тазом вперед, вперед. Не руками работаем, не руками. Корпус выбрасываем движение вперед, движение назад. Руки только заканчивают. Найдя ось при движении вперед-назад, то же самое можем рассмотреть для освещения в сторону, то есть в одну, в другую. Поймав это, можно переходить к одной руке, более акцентированно. Рука здесь не отстает. То же самое. Вперед движемся. Назад. Встали, работаем навстречу. Либо наоборот, что мы срываем дистанции. Уходим в свиньи оттенка. Важно остается бросить бирю не рукой. Не отстает, а именно вот весь каркас с оси на ось. Следующий этап. Работа на мешке. Здесь мы ставим конечную фазу. Приложение к цели. Прочувствовать это воздействие на цели. Если сначала с гири, в частности, искали, как взорваться на старте, сейчас как приложиться к цели. Следующий этап. Для удобства на примере этих ударов по сахам, то есть где-то по 30 градусов. Потом будет просто либо локоть чуть-чуть подвернуть, пойдет прямой. Чуть приподнять уже будет боковой. Ну и как уже упоминалось, доворот кисти предоставляет нам разные варианты. Итак, становимся шумча в статическую позицию. Подготовились, зарядились. И нанесли мощный удар. Бьем. Вот высоредились. Уже не должно быть отката назад. Вот прямо отсюда цель. Мощь силовой. Отработав на месте, переходим в движение. Делаем. На сокращение, на разрывы. На оси мощное положение. И ровно то же самое на смещении вправо-влево. Вкладываться. Вкладываться в каждый удар. Производным будет вариант передней руки, когда мы делаем скрытый шаг. Подтягиваем ногу и мощно входим в цель. Поработав одной передней, второй передней. Все то же самое с задней рукой. Встали в позицию и работаем сначала статически. В цель. Для удобства. Выставили переднюю руку. Придерживаем. Это уже дает нам разворот плеч. И вошли. Мощно. В движение. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Сокращаем дистанцию. Разрываем. Ишли в одну сторону. В другую. Производные. Дистанция позволяет. Подтягиваем ногу и наносим мощный удар. Дистанция больше. Так же, как и деда Макс Гири. Поворот на оси. С вложением. Именно вот эти подводящие моменты позволят нам впоследствии комбинировать два-три силовых удара. То есть мы сможем в сторону и мощно войти вперед. Либо наоборот. Подтянуть, вернуться. Это уже мы разговариваем более подробно, когда будем говорить о силовых двойках. Продолжение следует.